Всем привет! Сегодня в этом выпуске вы увидите ответы на комментарии к трайку. Также мы попытаемся взорвать паровой котел и немного актуальной информации про канал. Было множество комментариев по поводу безопасности, а именно какое давление может выдержать котел парового трайка. Для этого мы и сделали следующий эксперимент. Мы поехали на озеро, где стоит паровая лодка, ведь именно от нее мы и взорвем паровой котел. В общем, мы с Серегой гоним обратно паровую лодку. Она вся течет, смотрите. Зиму она не пережила, в общем. Давай ножом парового сядешь. Да, она сильно болтается. А то я тут уже по щиколотку плаваю. По щиколотку? Да. Ладно, мне нужно выгребать воду, а то я тут слишком много. Проплыв полпути, стало ясно, что эта лодка течет со всех стыков. Мы уже на полпути. Воды в лодке по щиколотку. Серега грибет. Я тоже. Я тоже, Игорь. Воды здесь очень много. Приплыв к берегу, я смотрел лодку. Стало и видно, что я с ней сделал метровый слой снега за зимний простой. Вот что стало с лодкой. Ее поломало в местах скрепления. Все потому, что мы гудрон ничем не разбавляли, а нанесли чистый гудрон. Во множество слоев. Хороший был проект. Мы обязательно замутим еще круче. Вот так выглядит паровой котел от лодки. Сейчас мы его подготовим. Поставим манометр. Заблушим лишнее отверстие. И поставим дистанционно открывающийся кран на случай того, если котел не взорвется. В общем, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас снимем кран 25-ку с трайка. Манометр я уже снял. Снимем тройник. Так, здесь все отцепим. И все поставим на котел. Все лишнее открутим. Возьмем краны. Заизолируем их фум-лентой. И поставим на котел. Вот так вот я валил весь трайк. На самом деле, просто маска не держится. Я делаю так, прихватки вслепую. Получается, у нас здесь две пружины. Одна, которая натягивает кран в ту сторону, чтобы он открылся. А вторая, чтобы он находился в закрытом состоянии. И здесь у нас идет какой-то механизм. Так, после чего, если нам нужно сбросить, мы просто его потянем. И кран быстро откроется. Далее мы поставили парков, положили котел в прицеп и поехали на полигон. В общем, мы выбрали место. Привезли котел. Привезли дрова. Чтобы наверняка поставили манометр на 16 очков. Так, сделали систему. И осталось только разжечь котел и котел. И все. Комару здесь уйма. Потом будем делать все быстро. Я загрузил дрова в котел. Разжег. Отошел на безопасное расстояние. И мы начали ждать. Пока комры атаковали нас и камеру, мы услышали характерный звук деформации котла. И после котел начал стравливать. Это случилось на 10 с половиной атмосфер. Мы подождали еще 5 минут. Но за это время котел стравил одну атмосферу. И ждать уже смысла не было. И я дернул за веревку. В общем, мы начали второй раз расследовать. В общем, второй раз, когда мы начали нагнетать уже рядом с ним стоя, то он его прорвало в районе 8, да? Да. В районе 8. Как понимал, просто пошел лопнул. Этот эксперимент показал нам, что котел, сваренный профессиональным сварщиком из 4-х миллиметровой стали в форме прямоугольника, может выдержать 10 с половиной атмосфер. Но на трайке-то стоит котел из 8-ми миллиметровой стали. И он в форме трубы, что дает конструкционное преимущество именно по распределению давления. А сейчас я вкратце отвечу на вопросы. Почему в трайке все сделано так коряво, все сварено на коленке, сидишь на печь, открываешь кран стоя? Все потому, что трайк был сделан для того, чтобы можно было наглядно увидеть, что можно ездить на дровах. Вот. И что трайк даже в таком виде может совершать работу и приносить пользу. Допустим, если что-то нужно перенести на 5 километров. 100 килограмм он спокойно за собой будет тянуть. А под эту нарезку, которая осталась за кадром, я вам расскажу, чего ждать от этого канала дальше. Меня пригласили в Москву собирать паровую машину и на днях я туда выезжаю. И если пойдет все так, как надо, то выйдет серия выпусков, посвященная тому, как я буду собирать эту паровую машину. В общем, я еще наметил 3 крупных проекта к концу 2016 года, которые еще не делались в России. И за рубежом, в принципе, их тоже очень мало. Поэтому, если вы хотите поддержать мой канал, то просто подпишитесь на него, следите за новостями. Вас ждет очень много интересного. Пока. Так, сейчас я открою гараж. Покажу вам сразу гаража и... Так, если тут плохо... Вот она, двухцилиндровая машина. Она еще не доделана, но... Объем у нее внушительный. Я туда залазит полностью рука. Вот эту вот я вещичку вместе с этим движком поставлю на мотоцикл. Нет, не на этот. На этот у меня другие планы. Продолжение следует... Продолжение следует...